Сформировался экспортный потенциал высокий. Естественно, от этого сформировалась выручка в целом. Она составила 12,2 миллиарда рублей и выросла на 114%. Это дало возможность обеспечить рост заработной платы на 112%. Рост заработной платы на 112%. В целом заработная плата выросла и составила 984 рубля. Самая высокая в Минской области – 1100 рублей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Реальная Беларусь» и сегодня мы поговорим о самых свежих и актуальных новостях нашей синёкой прекрасной страны. В Беларуси продолжают арестовывать журналистов. Но только в этот раз, в общем-то, не белорусских журналистов, не независимых журналистов и даже не пропагандонов. В этот раз арестовали курского журналиста, курскую журналистку, которая приехала, в общем-то, поснимать видео о том, как живут её сограждане. В каких условиях они находятся. И она оказалась в тюрьме. В общем-то, в той стране, где происходит война, по словам синепалого диктатора, журналист работала, приехала в Беларусь в мирную, спокойную, прекрасную и села. Ну а к посадке, естественно, прилагается конфискация техники и всего, что у вас есть в руках. В общем-то, белорусских всех журналистов независимых посадили, взялись за приезжих. Бинго! Это, кстати, то, о чём мы с вами ранее говорили. Лукашенковская репрессивная машина не в состоянии остановиться. Лукашенковская система неповоротливая, тугая. Поэтому, если, в общем-то, они начали репрессировать, то они будут кушать и самих себя. Причём информация о том, что сами себя они уже едят, поступает нам каждый день. В Витебске после премьеры сразу же запретили спектакль. Спектакль, друзья. Прикорытники начали нервничать на фразе «Живе Фландрея» и отводили взгляд от красных лент. В общем-то, лукашисты прекрасно понимают, что это маразм и бред. Но дело в том, что они прекрасно понимают, что если вдруг диктатору не понравится данная информация, то их могут посадить и также репрессировать. Вот поэтому они считают, что лучше закрыть всем рот. Нас учили в школе, меня учили в школе, что в тёмные времена полили книги, запрещали поэтов, ссылали. И нельзя было ставить определённые спектакли. И об этом нам говорили в школе. Нам говорили о том, что это тёмные времена, это страшные времена. А сейчас повторяются эти страшные времена. Скажите, вашим детям рассказывают о том, что в Беларуси смутные времена или нет? Я вот знаю точно, что есть несколько учителей, достойнейших учителей в Беларуси, которые рассказывали детям всю правду. Но, к сожалению, их кто-то из учеников сдал. И, в общем-то, и учителя, и дети, которые поддержали этого учителя, оказались не в очень удобном положении. Максим Александрович, удобно разговаривать? Разговаривали, да. Значит, тут мы информацию получили, источник принёс. В одной школе там два преподавателя призывают этих 10-11 классников выйти сегодня. И есть фамилии двух десятиклассников, у которых уже с собой флаги. И они чуть ли там не планируют выходить. Школа в московском районе находится. Куда мне информацию? В ОССР передать или варить? Ну, передай в ОССР, а не отправить сейчас кого-нибудь туда, если бы. Всё, я понял, есть хорошо. Да, есть. Белорусская картошка стала золотой. Белорусская картошка по ценнику обогнала европейскую и польскую картошку. И, на самом деле, тут ничего удивительного нет. В три раза она подорожала потому, что в Белоруссии её просто нет. То есть не собрали, не урожай. В то время, когда нужно было собирать и садить урожай, диктатор занимался спасением своего трона. Не до картошки и не до бульбы. Ну, а все остальные, кто занимался непосредственно посадкой и сбором картошки, занимался кражами. Так как все чиновники, прикорытники и те, кто у руля в данной ситуации находится в нашей стране, безнаказанно могут делать всё, что угодно. Пить, бухать, избивать, воровать. И сколько бы диктатор ни рассказывал о том, что у всех посажу, все прекрасно понимают, что никого он сейчас садить не может. Диктатор хоть и выглядит сильным дурачком, по факту он и не сильный, и, как он заявил, не дурак. Потому что сейчас он слаб, как никогда. Его ненавидит белорусский народ, и чиновники об этом знают. Ну, и чиновники его не уважают. И белорусский народ об этом знает, и сам диктатор об этом знает. В общем-то, попал в попандос. Появилось видео, как дети нелегальных мигрантов кидают снежками в лукашенковских силовиков. И тут блиц. Вопрос для зрителей. Как вы думаете, написали лукашенковские прихвостни заявления на детей нелегальных мигрантов? Видео и ответ в нашем телеграм-канале. Ну и новости белорусской лукономики. Только в этот раз не просто официальный статистический комитет. Ну, а еще и признание лукашистов. В общем-то, не только их статистика говорит о том, что цены растут. Они тоже ее признали. У нас же как? Пока Лукашенко не признает рост цен, пусть они хоть и в сто раз вырастут, не растут и все. Так оно работает. Он в прошлый раз говорил о том, что у него ВВП растет, а зарплата у белорусов упала. Цены на продовольственные товары в Беларуси продолжают расти. И удерживать их без ущерба для производителя никто не может. Заявил премьер-министр. Рост цен, пропадают сигареты, постоянно растет топливо. Это все признаки приближающегося кризиса в нашу страну. Но, как вы понимаете, кризис тут неизбежен. Губошлепик предложила применять к лицам, совершенным экстремистские преступления, общую конфискацию их имущества. И тут важна сама формулировка. Общую конфискацию имущества. В общем-то, Губобику мало квартир, которые Лукашенко им дал. Мало денег, которые они украли у белорусского народа. Мало имущества, которые они вынесли из квартиры белорусов и не вернули. Теперь они приняли решение устраивать общую конфискацию у людей. А важно то, что статья экстремистская в Беларуси сейчас более распространена, чем статья за безбилетный проезд. И тут проблема в том, что что бы ты в принципе ни делал, ты являешься экстремистом. Красно-белые носки? Экстремист. Неправильно где-то что-то посмотрел или сказал? Экстремист. Написал комментарий, который не понравился вашему менту-соседу? Тоже экстремист. В общем-то, все, что ты будешь делать в Беларуси, можно притянуть к экстремистской деятельности. И конфисковать все твое имущество. Тем самым можно поправить дела Губопика. Губошлепика, простите. Ну а если, в общем-то, говорить об этом серьезно, то экстремисты и террористы это губошлепики, МВДшники и подобная шушена. Если мы примем такой закон, я буду настаивать в будущем на том, чтобы у вас конфисковали все. И вы должны понимать, что дети есть и у тех, у кого вы сейчас будете конфисковывать имущество, точнее хотите конфисковывать имущество. Потом ваши дети также останутся ни с чем. Поэтому прежде чем что-то делать сейчас, подумайте о том, что будет потом. Матрена Гавриила, она там игумения Гавриила, в общем-то, начала часто появляться в обществе озаренка и комментировать какие-то политические ситуации в стране. И вся ее карьера началась с того, как она рассказывала о том, что беременные женщины с белыми лентами чуть ли не чудовище в человеческом обличье. Она рассказывала о том, как плохо митинговать против синепалого диктатора. В общем-то, вы все прекрасно это помните. Кто лжи свободе, где на первый взгляд лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами, с поднятыми вверх руками, но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки. Подостервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариях, в руках и на плечах, на голове и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепивших чужеродных, но якобы свой, национальный белочервоный белостях, как разъяренное стадо вопят на весь город бесовские выкрики. Так вот, в данный момент она взяла позицию, да наоборот. Надо жалеть, в общем-то, женщин, детей, людей. Мне, как матери, как монахине, очень больно. Больно, страшно. И очень-очень переживаю, что же будет дальше с этими людьми. Ведь они же ведь не от хорошей жизни бегут. Может быть и есть кто-то, мы это не будем брать. Может быть, есть кто-то, да, кто хочет на пособиях, там, Германии, Великобритании и так далее. Но разве эти дети с мамами бежали бы от хорошего дома, от хорошего участка земли, от хорошего заработка? Нет. Вот разрушенные города, разрушенные дома, разрушенные семьи, инвалиды, дети, без ног, без рук. А как психика пострадала. Их разрушили наши партнеры, так называемые западные, в главе с Америкой. Не исключено, что если диктатор останется у власти и вот такие вот матрёны будут продолжать прислуживать диктатору, то в ближайшее время будут сжигать на кострах тех, кто не согласен с диктаторским мнением. Соединённые Штаты Америки отреагировали на заявления украинских спецслужб. В общем-то, они сказали о том, что они отправят в Украину оружие, для того, чтобы они могли противостоять вторжению России в Украину. В общем-то, если уже разговаривают на таких высоких уровнях о данной ситуации, то, скорее всего, дыма без огня не бывает. Но самое страшное то, что если Россия действительно попытается вторгнуться на территорию Украины, то с вероятностью в 99,9-х Лукашенко будет замешан в этой авантюре. И это проблема. В общем-то, белорусские солдаты тоже скоро будут воевать. Сначала воевали с белорусским народом, ну а теперь будут, в общем-то, с военными. Посмотрим, что тогда их матери и жёны будут говорить на этот счёт. Так ли они будут благодарны синепалому диктатору. Время покажет. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и не забывайте поддерживать канал репостом и комментарием. Помните про политических заключённых и родных, и близких политических заключённых. Это очень и очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие и актуальные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok